Всем доброе утро! Сегодня в третьем чтении Государственная Дума рассмотрит и примет проект закона, которым предполагается единовременная денежная выплата в размере 5000 рублей всем пенсионерам, которые на 1 января 2017 года проживают на территории Российской Федерации. Это хороший шаг со стороны федеральной власти, но если копнуть глубже этот вопрос, что огорчает? Огорчает два момента. Первое, это то, что данная сумма не будет учитываться при последующей индексации пенсии пенсионерам. И я напоминаю, что в 2016 году полноценной индексации пенсии не было, а неработающим пенсионерам вообще не проиндексировали. То же самое запланировано неиндексация пенсии работающим пенсионерам и в 2017 году. Это, конечно, огорчает. И еще один момент, на который хотелось бы обратить внимание, это то, что только благодаря вмешательству президента удалось распространить действия данного закона, и такую выплату получат все пенсионеры, в том числе и те, которые получают по линии силовых ведомств своей пенсии. Ранее это не предполагалось, когда проект закона вносило правительство. Если же пенсионер получает две пенсии по линии силового ведомства, по линии пенсионного фонда, то пенсия будет, единовременная выплата в размере 5000 будет получена только по линии пенсионного фонда. Если же пенсионер военный или лицо к нему приравненное получает двойную пенсию по линии силового ведомства, то тоже будет выплачена только сумма 5000 рублей по линии силового ведомства. Фракция ЛДПР данный законопроект поддержит. И мы убеждены, что уже в январе 2017 года пенсионеры России начнут получать по 5000 рублей. Но мы все-таки настаиваем на возвращении к старой формуле индексации, когда полностью должна проходить индексация и работающим, и не работающим пенсионерам, и в полном объеме. Но запланирована индексация в 2017 году с учетом коэффициента фактической инфляции. Это, конечно, хорошо, посмотрим, как все это будет работать. Ну и еще один момент, на который хотелось бы обратить внимание, напрямую, он не связан с сегодняшней повесткой Государственной Думы, а связан с вчерашними новостями из правительства. Относительно желания установить в каждое транспортное средство некий черный ящик. Вот посмотрите, выборы закончились и начали опять гнобить автомобилистов со всех сторон. Как ни заседание, повышают штрафы, опять репрессии, опять какие-то нововведения, направленные на то, чтобы пополнялись бюджеты за счет штрафов. Вчера комитет профильный одобрил, и в ближайшее время, видимо, Государственный Дум будет рассматривать проект закона, который усиливает ответственность за тонировку. ЛДПР категорически против этого. Мы говорим, оставьте в покое, она никого не трогает, аварийности из-за этого нет, и наоборот, она даже снижает в тех регионах, где сильное яркое солнце, тонировка создает более комфортные условия и таким образом влияет на снижение аварийности, а не на повышение. Но вот есть у наших чиновников, у наших депутатов зуд штрафовать, лишать прав. Мы в ЛДПР с этим не согласны. И что касается этих черных ящиков. Ну, очевидно, что здесь нежелание бороться за безопасность и за снижение аварийности на дороге. Это очевидно. Потому как, если сопоставить цифры, то в год, конечно, это страшные цифры, порядка 30 тысяч человек гибнет на дорогах России в результате дорожных и транспортных происшествий. Но посмотрите, сколько у нас нелегально проводится абортов. Порядка 4 миллионов. Работают частные абортари, никто на них не обращает внимания. Реклама абортов на любом сроке, в том числе криминальном, никто на это не обращает внимания. И не ведут полноценную борьбу. Сколько таблеток везут из Китая, из Китая так называемых baby kaput, которые завалены в магазины и аптеки на Дальнем Востоке, и на это не обращают внимания. Вот это реальная проблема сегодня, которая могла бы решить демографическую нашу проблему. Но вот занимаются автомобилистами. Таким образом, если мы предположим, что в каждом транспортном средстве будет находиться так называемый черный ящик, это может привести к тому, что водители будут штрафовать постоянно за любое незначительное правонарушение в онлайн-режиме. То есть специально будут устанавливать знаки, которые регулируют скоростной режим, снижают скоростной режим. Мы видим в Москве, как уже там, где ранее 60 км в час было ограничение, сегодня 40 км в час. На каком основании, непонятно. Но у чиновников зуд, лишь бы штрафовать. Потом камеры появляются, потом появляются запрещающие знаки. Таким образом, если мы предположим, что такие черные ящики появятся в каждом транспортном средстве, то система сможет фиксировать перемещение данного транспортного средства, а это в том числе вмешательство в личную жизнь водителя, и сможет анализировать данные, полученные с этого черного ящика, с теми данными, которые имеются в системе вследствие организации дорожного движения. И тогда можно будет штрафовать каждый день в огромном количестве наших автолюбителей. Мы в ЛДПР категорически против этого. Мы считаем, что это все обосновывается нежеланием снижать аварийность, потому что аварийность надо снижать не таким образом, ставить нормальные разделительные ограждения, а не так, как сегодня у нас нарисовали две полосы разметку, и встречные потоки на большой скорости мчатся навстречу друг к другу, и из-за порой непогоды выезжают на встречную полосу. Надо нормально следить за дорожным состоянием, надо сделать так, чтобы знаки не противоречили разметке, и вот это бы тогда влияло на аварийность на дороге, а не черные ящики и запрещающие знаки там, где это не надо. Это все зуд чиновников, направленных исключительно на то, чтобы пополнялись бюджеты, работали аффилированные коммерческие структуры, и водители отказывались от своих транспортных средств. Спасибо.